здравствуйте уважаемые садоводы любители но сейчас уже все начали выращивать рассаду выращивают баклажаны томаты перцы посеяли все цветы но а я считаю что такой необыкновенный овощ как лук должен обязательно расти на каждом участке но лук получается не у всех поэтому я сегодня более подробно разберу как вырастить и какой вырастить лук у себя на даче проще всего выращивать лук из осевка но купил всего посел вот взяли вот такую вот луковицу немножечко помельче посеяли и считается что она вырастет вот как раз самый небольшой урожай ты можно вырасть получить из лука севка мы не знаем как лук всего хранился мы не знаем какие у него вредители и болезни потом начинается шейковые гнили потом он у нас не хранился и самое главное самая большая опасность когда мы выращиваем из севка он очень сильно поражается луковой мухой до 50 процентов теряется урожай но мы же не будем с вами обрабатывать против луковой мухи единственной выхода можно закрыть агрилом но это не всегда получается а самый хороший урожай мы можем с вами получить именно из семян семена и дешевле и получение лука и семян более надежное не болеют не поражается никакими вредителями никогда не поражается луковой мухой что мы должны знать о семенах вот семена можно и семян можно вырастить и рассадой и прямым посевом в грунт но ведь все фермеры тепличное хозяйство они не будут у нас с вами выращивать рассаду они выращивают только из семян но у нас сибирь у нас длинный день поэтому и семена нам должны в дуна должны быть длинного дня поэтому когда мы выращиваем прямо посевом семян это не сложно вот мы очень давно выращиваем из таких семян навигатор кремень прометей посмотрите какие луки у нас вот это вот прометей вот это вот вот это вот у нас кремень сейчас что у нас конец марта они у нас прекрасно хранятся никаких проблем если правильно вырастить если правильно высушить вот лук хранится выращенные семян это вот луки в которые мы выращиваем из семян а вот посмотрите у нас лук есть эксибишен говорят он не хранится посмотрите как прекрасно хранится если лук навигатор если лук кремень можно вырастить как из семян и я сейчас скажу как из рассады то вот лук оксибишен выращивается только из рассады а почему он выращивается только из рассады у него очень большой вегетационный период поэтому если вы семечками посадите в грядку вы получите репку но они будут небольшие маленькие а нам ведь интересно получить очень крупный лук эксибишен вырастить рассаду несложно любую рассаду лука эксибишен и кремень и навигатор мы всегда выращиваем большое количество лука которое нам хватает на нашу большую семью на весь год есть единственная тонкость при выращивании рассады лука нельзя его выращивать дома лук холодостойкое растение температура при выращивании должна быть не выше 20 градусов не должна быть низкая влажность должны быть очень низкие температуры поэтому когда мы выращиваем рассаду лучше всего ее выращивать у себя на даче для этого что можно сделать но вот лук он же только эксибишен имеет большой вегетационный период поэтому его лучше всего посеять сейчас а такие муки как навигатор как кремень как прометей его можно посеять и попозже посеять прямо на даче можно посеять дома когда он немножко вырастет отнести на дачу почему лук вот при высокой температуре он что дает он дам дает очень большое перья перья большие а корневая система очень слабая при слабой корневой системе когда вы будете высаживать на постоянное место у вас он упадет и должного конечно и может вообще не вырасти поэтому вырастить можно в кассетах это самый лучший вариант когда мы выращиваем в кассетах схожесть лука прекрасная посеете по одному семечку можете даже в кассету если кассета покрупнее посеете 2 и 3 семечку вас будет как семечка луковица немножко поменьше а урожай будет побольше лук эксибишен конечно надо посеять по одному семечку потому что нам так хочется иметь его крупный но вот даже такой достаточно крупный лук у нас прекрасно хранится поэтому при выращивании рассады можно выращивать на торфе торф стерильный при этом со всеми удобрениями точности также как мы вращиваем и рассаду перца баклажана томатов цветы предпосевное удобрение это акварин марки 13 зато затем подкармливаем калиевые кальциевые селитры это чайная ложечка на 3 литра воды потом акварином все питательные вещества будет содержать лук когда мы его будем высаживать на постоянное место он у нас будет крепкий он у нас будет здоровая рассада а многие спрашивают надо ли подрезать корни у рассады надо ли подрезать перышки если мы вырастили хорошую рассаду если рассада у нас крепкая сбалансирована между корневой системой и перьями ничего обрезать не надо какое преимущество выращивания лука на даче это может быть в кассетах может быть в ящиках он не боится низких температур выбросить его на улицу пусть он у вас стоит на улице если только заморозки уж сильно вы занесли их в теплицу если заморозков нет пусть стоит на улице окрепнет и когда вы будете вы высаживать его на постоянное место он прекрасно третит ромница в рост и даст вам высокий урожай не забывайте у лука корневая система слабая поэтому надо хорошая земля хорошая много органики и хороший полив и не забывайте когда вы выращиваете рассаду ни в коем случае нельзя чтобы лук пересыхал он может у вас погибнуть поэтому еще одно преимущество когда мы выращиваем в кассетах у нас имеется в поддон в поддон налили удобрения и совершенно спокойно снизу поступает водичка у нас к нашим корешочком еще есть очень хороший лук который мы выращиваем это лук на зелий вот на дачах конечно у нас очень многих есть многолетние луки но ранней весной мы их употребляю в пищу потом они уже несъедобные а для того чтобы иметь все лето у себя на даче вкусный нежный зеленый лучок посеете специально семена на зелень вот этот вот допустим у меня легионер прекрасный лук очень вкусный он не образовывает луковицу но очень вкусные першки вот мы его уже посеяли на рассаду для чего мы его посеяли на рассаду в начале мая мы уже начнем кушать свеженький лучок а потом с перерывом в две-три недели мы будем его сеять на грядке на улице уже на даче потому что если допустим его посеять в мае то уже в августе он у нас будет очень крупный конечно перья будут более жесткие и это недостаточно вкусный не забудьте посеять у себя на даче лук красный красный считается самой полезной он красивый в салатах это лук прометей но столько лет мы выращиваем вот этот вот лук настолько вкусной такая хорошая крупная головка у этого лука и если вы хотите иметь лук на зелень лук прометей тоже прекрасно растет на зелень вообще вот эти вот все луки и навигатор и кремень но сегодня я еще хочу рассказать о луке которые знают многие многие выращивают у себя на даче лук семейка но лук семейка то может быть много зачаточный лук обычный который тоже репка только в гнезде имеется несколько луковиц но вот передо мной лук шалот лук шалок это не все-таки репчатый лук он отличается от репчатого лук его еще считает лук деликатесный потому что он очень вкусный его очень много выращивают во франции потому что большое количество соусов именно на основе лука шалота лук шалот это лук семейка и вот посмотрите мы до сих пор выращиваем вот этот вот лук когда в гнезде имеется там 10-20 если допустим лук покрупнее у него может 10-12 луковиц если поменьше бывает иногда даже до 40 луковиц в одном гнезде но проходит время вот этот лук начинает накапливать и болезни и вредители поэтому рекомендуется обязательно периодически выращивать из семян вот передо мной прекрасный лук новой селекции это консервор вот из этого лука нам очень хочется попробовать вырастить лук шалот как вырастить лук шалот лук шалот можно вырастить из семян лук шалот можно вырастить и прямым посевом грунт лук шалот очень скороспелый от сходов до уже уборки урожая проходит всего 60 70 дней поэтому лук шалот можно выращивать как из рассады так и прямым посевом грунт так как все таки он скороспелый лук совершенно не обязательно допустим сейчас уже сеять на рассаду на рассаду можно посеять до средины апреля с начала апреля до средины апреля лук шалот уже в первый год вот мы когда сеем семечка у нас в первый год из одного семечка уже может получиться две-три небольших луковицы поэтому расстояние между семечками должно быть не меньше трех четырех сантиметров посеять можно уже в конце апреля начале мая или мы сеем на рассаду в средине апреля а уже посеять в грунт можно в конце апреля начале мая лук шалот очень холодостойкий поэтому даже при низких температурах обязательно взойдет главное условие при выращивании любых луков это хорошая плодородная почва должно быть большое количество органики в этом году у вас вырастет вот такие небольшие луковицы эти луковицы обязательно надо сохранить для того чтобы в дальнейшем разводить большое количество лука шалота лук шалот прекрасно хранится в отличие от любого лука он хранится дома хранится при температуре 18 градусов 20 градусов высаживают в землю лук шалот при низкой температуре можно посадить даже вот земля немножко отогрелась можно уже луковицы посеять высадить на постоянное место он так как лук не любит когда мы его высаживаем в теплую землю вот лук шалот он растет гнездом в гнезде в зависимости от количества луковиц будет там от 20 даже до 40 штук мы можем летом вот у нас репки не хватает мы всегда снутри достаем вот эти луковицы употребляем в пищу а те которые остаются они делаются более крупные для чего еще вылащи выращивают лук шалот лук шалот выращивает для получения вкусной зелени ведь это лук многозачаточный что надо много зачаточный если мы его обрежем посмотрим какое количество там зачастков то из каждого зачатка у нас идет пучок зелени и появляется очень много зелени поэтому лука шалота надо вырастить много в дальнейшем сохранить и с ранней весны его высаживать именно на зелень ведь лук шалот его же можно срезать и дальше зелень продолжает расти в германии лук шалот считается горшечной культурой то есть его выращивают в горшках у себя на подоконнике зимой в кухне для получения большого количества зелени я еще раз повторяю выращивание лука из семян имеет очень большое преимущество я вот вам более подробно рассказала сидя и сейчас как вырастить из семян шалот очень хорошо было выращивать лук из семечек любой лук вы получите прекрасный урожай самое главное мы уходим от очень многих болезней когда мы выращиваем из севка очень опасная болезнь это пераноспороз когда заболевает пераноспорозом нам приходится обрабатывать фунгицидами иначе гриб переходит в луковицу заболевает шейковый шейка лука заболевает и зимой конечно он хранится не будет а когда мы выращиваем из семян мы уходим от такого грозного заболевания как пераноспороз нам приход не приходится обрабатывать никакими фунгицидами и мы с вами получаем хороший здоровый лук экологически чистый который нам нужен каждый день без него обойтись мы никогда не можем до свидания уважаемые садоводы любители смотрите меня в инстаграме подписывайтесь на мою страничку и смотрите в передачах телекомпании актис еще раз до свидания